Добрый день дорогие друзья! Уже в общем на европейской части страны почти добрый вечер И сегодня, 14 ноября, отмечается Всемирный день диабета или борьбы с диабетом, есть разночтение в названии этой даты Изначально он был установлен в честь дня рождения канадского учёного Фредерика Бантинга, который, напомню, открыл инсулин в 1922 году В 1921 открыл, а в 1922, извиняюсь, что перебил, в 1922 году применил впервые на человеке Поэтому в этом году столетие применения, а в прошлом году было столетие открытия Замечательно! Вот Александр Юрьевич забежал вперёд и не дал возможности мне его представить Я хочу сказать, что сегодня у нас фактически добрая традиция, потому что ровно год назад мы выходили в эфир Как раз отсюда, из главного эндокринологического центра страны, МИЦ эндокринологии И у нас тоже по доброй традиции у проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание» Сегодня диалог, беседа с ведущим экспертом по диабету, диабетологом, эндокринологом, доктором медицинских наук Заведующим отделом прогнозирования и инновации диабета в ЭГБУ МИЦ эндокринологии Президентом Российской диабетической ассоциации Александром Юрьевичем Майоровым Александр Юрьевич, ещё раз добрый день, добрый вечер Я вас поздравляю, если, конечно, это скорее не праздник, это просто знаменательная дата Потому что праздником дату, связанную с заболеванием, назвать язык не поворачивается Вот из всей статистики, мы с вами до эфира немножко её обсудили В Российской Федерации за последние 20 лет число больных с сахарным диабетом Ну, это, видимо, второго типа, да, мы имеем в виду, увеличилось в 2,5 раза Очень тревожная статистика Соответствуют ли темпы роста заболевших в Российской Федерации общим мировым трендам? Ну, действительно, мы идём в тренде, нехорошо, конечно, так говорить это, но, тем не менее В мире на сегодняшний день по данным Международной диабетической федерации, а именно её данные Мы обычно представляем как наиболее достоверные по экспертным оценкам В мире проживало на конец 2021 года 537 миллионов людей с диабетом И половина из них не знала о своём диабете, то есть это экспертные оценки По прогнозу на 2045 год будет проживать 784 миллиона Я буквально вчера, накануне дня диабета, на сайте Международной диабетической федерации Послушал обращение президента Международной диабетической федерации к Дню диабета И он как бы озвучил цифру, что сейчас, на конец 2022 года, цифра будет 600 миллионов Ну, так, я думаю, округлённо он, да, атлас, наверное, новой диабета не будет выходить Ну, вот он округлённо уже сказал, что за год с 537 мы уже дошли до 60 В России действительно за 20 лет практически в 2-2,5 раза количество больных увеличилось И на сегодняшний день только официально зарегистрированных, которых мы знаем Которые есть в федеральном регистре сахарного диабета, который ведёт наш центр Например, 5 миллионов больных Вот к концу года прям вот почти ровненько будет 5 миллионов больных Из них подавляющее большинство, 4,6 миллиона, это диабет второго типа И вся вот эта так называемая неинфекционная эпидемия или даже пандемия, говорят, поскольку она охватила весь мир в 20 веке Связан именно с диабетом второго типа А скажите, пожалуйста, вот я знаю, что ежегодно и раз в 3 года тоже у Международной диабетической ассоциации Есть определённые тематические программы Вот в этом году Всемирный день диабета, он же борьба с диабетом, он какой теме посвящён? Да, действительно, вот в этом году мы отмечаем уже 32-й раз день диабета Международной диабетической федерации А с 2006 года он ещё отмечается под эгидой ООН, официально вошёл в список даты ООН Каждый год присваивался какой-то лозунг, та тема, да Были поражения почек, поражения глаз, поражения сердца, дети с диабетом, семья с диабетом, беременность с диабетом Ну вот всё, что только угодно Было и годы с 2021 по 2023 Международная диабетическая федерация проводит под лозунгом Доступность помощи при диабете, если не сейчас, то когда, что нельзя это откладывать куда-то А вот именно 22-й год внутри этого трёхлетия, тема впервые такая, обучение диабетом, защитим наше будущее Почему она возникла? Дело в том, что последние годы, ну, во всего, в развитых странах, да и в России, я могу сказать, тоже Стали очень доступны многие современные средства лечения диабета Это и современные препараты сахароснижающие, это инсулиновые помпы, это средства непрерывного монетарирования глюкозы Но оказалось, что в каких-то определённых группах людей, в частности, у молодых людей, у подростков и молодых людей С появлением этих средств компенсация диабета, как говорят врачи, ну, а, грубо говоря, цифра глюкозы, так, если уж совсем просто говорить Стали хуже Парадокс Почему? Люди стали доверять очень гаджетам, считая, что он в любой момент посмотрит сахар, помпа сама там всё введёт и так далее И как бы вот этот акцент на обучение был немножко потерян, тот, который был в конце 90-х годов, в начале 2000-х, что обучение – это главное И в России он был потерян, да, практически большинство школ перестали существовать, да, как только федеральная целевая программа сахарный диабет, которая работала до 2012 года, прекратила своё существование Так и школы стали умирать, и фактически сейчас держатся на энтузиазме отдельных эндокринологов Но новый планируемый федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом» по поручению президента Российской Федерации Надеюсь, он, что до конца года уже будет подписан, деньги Минфинам будут на него выделены Сегодня даже мы встречались в Госдуме, да, обсуждали, ну, вообще, гню диабета, разные вопросы, в том числе и вот этот вопрос Вот, и школам там очень большое внимание в этой программе, в этом проекте уделено Как раз вот струю, что называется, с темой сегодняшнего дня диабета этого года Школам придётся просто огромное внимание, и если это заработает всё так, как должно быть На каждые 2500 людей с диабетом создаётся одна школа в России То есть нужно порядка, ну, детей немножко больше, там на 200 детей Нужно где-то порядка 2400 нам школ, и основным действующим лицом, кстати, в школе теперь будет не врач, а как во всём мире, медицинская сестра Только их надо подготовить У врача немножко другие будут функции в этой школе диабета, они тоже у него есть, поэтому тоже будет оплачиваться И мы уже с фондом обязательного медицинского страхования, ну, практически договорились о тарифах на вот эту услугу школы для пациентов с сахарным диабетом Ну, насколько я понимаю, он митс эндокринологии, он в пионерах фактически, да, и в авангарде вообще школ И вот эти школы изначально, они у вас тоже не уходили никогда в небытие, они развивались И сейчас, я думаю, что вы будете учить, собственно, всю страну Да, так оно и предполагается, что часть врачей и медсестер будет приезжать к нам в центр на подготовку Плюс мы будем выезжать в федеральный округ, не каждый регион, а столицу федерального округа, куда будут съезжаться из регионов По мере поступления заявок и проводить вот такие циклы тематического совершенствования по программе школы для пациентов Ну, в общем, мы вам желаем всячески, чтобы эта программа развивалась, чтобы как можно скорее был подписан федеральный проект И он начал реализацию, потому что от этого зависит, собственно, здоровье наших граждан Тогда перейдем, пожалуй, к вопросам Давайте мы так построим Я сначала вам буду задавать наши редакционные вопросы, как обычно, а потом вот пользовательские, которые в комментариях Мы уже об этом говорили, но я думаю, что не лишним будет еще раз напомнить Можно ли наесть сахарный диабет? Речь, конечно, сейчас идет о диабете второго типа Да, безусловно, надо сразу отделить, что диабет первого типа – это совершенно другое заболевание аутоиммунного происхождения Когда по определенным причинам у человека, имеющего генетическую предрасположенность к диабету первого типа Возникает гибель клеток, вырабатывающих инсулин Все, пока предотвратить это, профилактировать, вылечить, будем честны, невозможно Но можно прекрасно управлять диабетом первого типа Люди получают международную медаль за 50 лет с диабетом, за 75 лет с диабетом И даже 80 лет прожили с диабетом И современные как раз вот эти гаджеты, все технические средства очень нам помогают Диабет же второго типа, несмотря на то, что он тоже имеет определенную генетическую предрасположенность И даже можно здесь говорить о наследственности Потому что действительно у людей с диабетом второго типа – папа, мама, дядя, тетя, бабушка, дедушка – как правило, кто-то находится в роду с диабетом второго типа А при первом, когда люди удивляются, говорят, у нас никто не болел, так оно и должно быть Но несмотря на наличие этой генетической тоже предрасположенности, в кавычках, наследственности Огромнейшую роль в развитии диабета второго типа Вначале при диабете, а потом и диабета второго типа Играет избыточная масса тела и ожирение И почему, собственно, началась вот эта пандемия, неинфекционная диабета Потому что очень изменился образ жизни во второй половине 20 века Питание стало доступным, причем не самое правильное, высококалорийное А физическая активность, конечно, резко снизилась Машины, механизмы, лифты, телефоны, все, e-mail Сейчас уже не на что тратить, можно лежать А ковид так вообще, теперь можно из дома не выходить, онлайн все проводить Удаленно и вообще, конечно, привело к этому И поэтому действительно в каком-то смысле можно сказать, что диабет второго типа можно наесть Если человек понимает, что он стал поправляться, поправляться Он прямо пропорционально увеличивает свой риск диабета Чем больше масса тела, тем больше риск диабета второго типа, это очевидно Хорошо, а вот между стадиями, то есть предиабет и диабет, до диабета Предиабет это обязательная стадия? Или бывает так, что человек резко прям вступает в диабет? Ну, теоретически можно себе представить ситуацию, когда у человека была Некая генетическая предрасположенность, у него есть дефекты в этой системе регуляции уровня глюкозы крови Но пока организм справлялся, есть у него резервы, он может вырабатывать огромное количество инсулина И нормализовывать сахар, в том числе даже имея огромный вес избыточный Не все же болеют с ожирением, даже выраженным с диабетом А вот в какой-то момент произошло событие, которое требует настолько больше инсулина Что уже организм не смог с такими резервами Ну, например, у человека произошла инфекция, тот же ковид И у человека действительно в этот момент впервые выявили диабет И мы это знаем, почему впервые Это не то, что он до ковида был не выявлен, потому что он не ходил в поликлинику Не сдавал уровень глюкозы А сейчас во время ковида попал в больницу, у него определение глюкозы Говорит, да у вас диабет То есть он отследовался до ковида Есть такой показатель, который называется гликированный гемоглобин Который оценивает за три месяца средний уровень глюкозы И мы у этого человека с ковидом и впервые выявленным диабетом Смотрим гликированный гемоглобин Да нет, ты не сейчас заболел Ты давно болеешь, просто сейчас мы у тебя выявили Но может быть такая история, что действительно Вот именно это резко сейчас повлияло И не исключено, что человек выздоровеет от ковида И в принципе пока вернётся к норме Но в большинстве случаев, конечно, это такая медленная эволюция От нормы через предиабет Ведь это же договорённость врачей Что такое диабет, что такое предиабет, что такое норма То есть это просто показатели глюкозы Они меняются в истории развития науки диабетологии, эндокринологии Когда-то одни были натощак нормы, сейчас другие Более того, они даже сейчас отличаются нормой натощак По данным Всемирной организации здравоохранения Которых мы в России придерживаем, все многие страны И по данным Американской диабетической ассоциации Придерживаются которой не только Соединённые Штаты Но очень многие страны придерживаются нормативы У американской диабетической более строгие Натощак более строгий Ну там незначительные, наверное Для диабета они одинаковые, это именно для нормы натощак Поэтому для предиабета таким образом они будут различаться А для диабета уже они фактически совпадают А вот условно, если у человека всё-таки предиабетическое состояние Тот самый предиабет, он именно скорректировав питание Сможет вернуться к нормальным показателям? Или это уже необратимые процессы? Нет, это абсолютно обратимые процессы Мы понимаем, что если избыточная масса тела и ожирение Играло такую роль в развитии То почему бы, если человек не похудеет, не вернуться назад? Когда-то, когда он имел такой вес, он же имел нормальный уровень глюкозы Почему не будет и обратного развития? Конечно, однозначно это развитие возможно И более того, это не просто, так сказать, мои теоретические измышления Такие вот логические, путём логических рассуждений Раз вес вернулся назад, то и глюкоза вернулась назад Нет, это данные исследований по профилактике диабета второго типа С помощью разных методов Когда и лекарственные препараты применяли определённые На стадии уже предиабета И применяли, конечно, изменение образа жизни Снижение массы тела, правильное питание и физическую активность И показали, что процент возврата, да, из предиабета в норму Он очень-очень высок Расскажите, пожалуйста, ещё раз про гликемический индекс Правда ли, что от продуктов с высоким гликемическим индексом поправляются? Вот популярно, что такое гликемический индекс? Ну, всё-таки ещё раз скажу, что в развитии диабета второго типа Наибольшую роль имеет избыточная масса тела Ну, после наследственности, после генетики, да? Как она была набрана? За счёт чего она была набрана? Эта избыточная масса тела? За счёт жиров, углеводов, белков, алкоголя, неважно, да? Никто не доказал, что какой-то набор массы За счёт определённого компонента еды Приводит к большему риску диабета И в каком-то смысле даже это, мы всегда говорим, миф Что от сладкого диабет Он не от сладкого, а от того, что сладкоежки набирают вес Он реализуется через вес Гликемический индекс, термин, не такой простой, да? Я в этом убедился, когда спрашивал даже медицинских работников А что такое гликемический индекс? Они говорят, ну, это вот скорость повышения уровня глюкозы Продукты с высоким гликемическим индексом Это те, которые быстро повышают уровень глюкозы На самом деле это не так Не так Если мы посмотрим таблицу гликемическим индексом Мы с удивлением увидим, что фруктовые соки имеют низкий гликемический индекс И в то же время мы говорим, при диабете Они очень резко и очень быстро повышают уровень глюкозы крови Они не очень рекомендуются людям с диабетом любого типа Даже на инсулине сложно скомпенсировать уровень глюкозы Это именно скорость повышения Потому что он в жидком виде Там чистые углеводы, без клетчатки Ну да, добавлены сахара Ну еще иногда могут быть добавлены сахара Ликемический индекс Это немножко другой математический термин Это как бы такое, знаете, общее сахароповышающее действие Как его изучают? У здоровых людей, подчеркиваю, не у людей с диабетом У здоровых, которые вообще-то все должно нормально работать И уровень глюкозы сильно не должен повышаться Но все-таки он повышается после углеводистых продуктов Дают съедать здоровым добровольцам Разные продукты углеводистые Хлеб, мандарины, молоко, там все что угодно В таком количестве, в котором внутри перерасчете Находится 50 грамм углеводов Ну такой стандарт принят для изучения глюкемического индекса Ну то есть для разного продукта это будет разный объем Разный объем и разная масса Потому что разный процент содержания углеводов Но при пересчете это 50 грамм углеводов И смотрят за уровнем глюкозы в течение двух часов Потому что иногда бывает, что после некоторых Медленно всасывающихся углеводистых продуктов Еще и после двух часов там какая-то кривая как-то будет Вышеисходной, да? Это отсекают Вот два часа, каждые 15 минут определяют уровень глюкозы Рисуют вот такую кривую И вот это как бы пространство под кривой Ученые называют это площадь пандематически под кривой То есть это как бы, знаете, получается такое некое Общее сахароповышающее действие Тут и скорость есть, и не скорость есть Как бы все есть, да? Понятно, понятно И вот если мы, например, сравним картошку и сок То действительно получится формально Сок вначале быстро резко повышает Но потом он снижает И площадь под кривой у сока меньше, чем у картошки При съедании 50 грамм углеводов Поэтому тут много немножко путаницы И как бы применимость гликемического индекса при диабете Ну весьма спорна Ну начнем с того, что при диабете первого типа Она, по-моему, вообще не нужна Человек рассчитывает инсулин на углеводы Дай бог научится правильно считать углеводы Потому что если еще человека учитывать в этих углеводах Внутри гликемический индекс Как рассчитать дозу вообще становится нереальным При втором типе теоретически Да, может быть, мы бы сказали Что продукты, которые в одинаковом количестве Эти побольше повышают сахар Ну плохие, да? Лучше бы, конечно, их избежать Но тут возникает вопрос Что есть термин гликемическая нагрузка Можно продукта с высоким гликемическим индексом С этой площадью под кривой Съесть очень немножечко И наоборот Продукта с низким гликемическим индексом Съесть вот столько И в итоге в суммарности математически Площадь под кривой будет просто от большего количества Такая же или даже еще больше Поэтому вот так впрямую Выводить на первое место сам гликемический индекс Наверное, не стоит Я знаю, что есть и ученые Которые вот радуются за гликемический индекс Как самое Но вот каких-то реально доказательств Эпидемиологических Вы понимаете, что это сложно очень и проследить Как люди питались, набрать, знаете, контрольную группу питаются с хорошим гликемическим индексом Эти с высоким там, да Их там 15 лет отслеживать У кого чаще диабет Но никто этого просто не проводил И еще надо отсечь оттуда избыточную массу Чтобы при одинаковой массе тела это происходило Чтобы не было так Те, кто ел с высоким гликемическим Они просто вес больше набрали Потому что в итоге переедали Не потому что вот так больше там содержалось Много очень надо учесть Вот, поэтому в каком-то смысле его учитывать можно Но все-таки, на мой взгляд, закон сохранения энергии Школьной Никто не отменял Вот если ты съел столько-то калорий Не важно, были это продукты с гликемическим, высоким, низким Они все равно, ты их съел, они усвоились Чуть медленнее, чуть быстрее, но они усвоились И если ты потратил в этот день меньше калорий, чем ты съел Ну вот, и у тебя склонность к ожирению У тебя оно будет откладываться избыточного веса Какой бы там индекс не был, да, в итоге Абсолютно И кроме того, есть еще одна сложность Есть продукты, которые при определенной термической кулинарной обработке Меняют свой гликемический индекс Да, да, могут менять И скорость менять могут И гликемический индекс иногда Плюс, когда люди ведь Почему я еще критикую немножко гликемический индекс Все-таки люди в основном не питаются монопродуктами И раздельном питании Вот сейчас я съем только мясо Там вообще ноль углеводов Теперь я съем одной картошки Вот там гликемический индекс такой Теперь я съем одного салата Там тоже есть индекс В салате тоже углеводы усваиваю А потом, да, я одного масла там налью себе Растительного Люди в итоге питаются смешанной пищей Каков индекс гликемический смешанного приема Очень сложно рассчитать Очень сложно рассчитать Безусловно И составляет до 5% Чуть меньше, если мать больна до 3 Чуть больше, отец до 6 Это чистой воды генетика Судьба, как угодно назовите Предотвратить это мы не можем Мы можем наблюдать Там периодически измерять уровень глюкозы крови Этому ребенку Чтобы он обращать внимание На какие-то там симптомы Если появились, да При диабете второго типа Действительно Наследственность очень высока Там, если ты болен диабетом Да, и еще плюс И в третьем поколении Там вот твоя бабушка болела Мама болела диабетом То риск диабета у твоего ребенка Он уже никакие не 5% А уже больше 50% В разы повышается Ну а если уж два родителя с диабетом второго типа Все, считай 100% У тебя риск И, конечно, вот тот второй фактор Которым я сказал Который усиливает развитие диабета второго типа Еще хуже начинает свой инсулин работать в организме Избыточная масса тела и ожирения Это единственный способ попробовать Профилактировать и избежать Гарантии никто не даст Кто-то может рассказать историю Да, вот я пытался соблюдать диету Там, вел здоровый образ жизни Имел нормальный вес А все равно заболел диабетом второго типа Как мой папа, там, мама Ну да, генетика очень мощная вещь Мы ее не перешибем Но мы знаем массу примеров Я уже только что привел эти исследования Насколько возврат нажал, шел назад И от предиабета Он тот же и из диабета может быть Из диабета в предиабет И даже из диабета в полную норму При условии, что человек и дальше будет продолжать Он не вылечится от этого дефекта Но он дальше будет продолжать вести здоровый образ жизни Поддерживать тот достигнутый нормальную массу тела Может быть, он еще очень долго опять будет без диабета А может быть, всегда Это никто не скажет Где генетика опять сыграет свою мощную роль Так что да, профилактировать однозначно И надо уже сейчас С измольства, как вы выразились Воспитывать в детях культуру питания правильного Если раньше у детей диабет второго типа вообще Это, знаете, было нечто невероятное Вот когда я пришел в ординатуру У нас не было диабета второго типа У детей он в принципе не бывает Сейчас в Соединенных Штатах Америки Диабета второго типа у детей Чуть ли не столько, сколько у первого Россию пока еще не настолько накрыла Да, вот эта история Ожирение ужасно растет у детей с диабетом И когда-то, боюсь, мы начнем пожинать плоды Когда в нескольких поколениях это реализуется И превратится, поэтому, конечно, надо Воспитывать культуру питания Я думаю, что и ваша программа Ваш канал здесь просто играет неоценимую роль Мы стараемся, тем более, что мы вот Недавно буквально запустили раздел Азбука здорового питания для детей и родителей Где для детей в форме игры В форме интерактивной такой карты Приключений по островам Как раздается информация о полезных продуктах Там тесты, там игры Вот, в общем, много всего интерактивного Надеюсь, что это поможет Если не самим детям, то родителям заинтересовать Детей этой информацией Не просто пихать им брокколи Да, вот, почему ты не ешь А объяснять, чем это полезно И, ну, пытаться как-то совместить С любимыми, может быть, для ребенка продуктами То есть главное здесь, конечно Разнообразие и при этом сбалансированность рациона Ну и самим правильно питаться при этом Это безусловно Родители всегда пример для ребенка Если родитель будет неправильно питаться Тебе говорят, а тебе надо вот правильно питаться Видишь, я заболел диабетом Потому что неправильно питался А вот если ты будешь правильно питаться А то ты не заболеешь Ну, это наивно Совершенно верно Поэтому, когда где-то там на шведском столе Видишь семью достаточно тучных людей С тарелками макароны Рядом стройные, подтянутые Которые салат там и мясо Да, вот понимаешь, что из семьи все растет И если у ребенка были такие традиции питания семейные То ему очень тяжело Придется свое пищевое поведение Конечно, в будущем, во взрослом состоянии Менять пищевое поведение крайне Безусловно Так, какие Ну, это вопрос, который у нас перекликается С пользовательским Я его задам все-таки как редакционный Какие сахарозаменители А их сейчас масса Лучше использовать диабетикам? Ну, начнем с того, для чего их использовать Да Потому что, знаете, бытует даже такой Ну, как бы миф И многие пожилые, особенно пациенты Его продолжают говорить Что для мозга нужен сахар Да Кофеин же сахара не усваивается Мозгу все равно Откуда попала в него глюкоза Из сахара Или из картошки Или из хлеба Он ее не отличит Да, эту глюкозу Поэтому это наивное представление Поэтому сахар, ну, это некое получение Вкусовых ощущений, удовольствия Там и так далее Если мы говорим о диабете первого типа То в целом сахар не запрещен У человека есть инсулин Он меряет уровень глюкозы Он рассчитывает количество углеводов Съеденных, включая даже Сахар, содержащие продукты Ну, за исключением, может, не очень рекомендуется Я уже об этом сказал, когда говорил об индексе Что фруктовые соки, напитки на сахаре Где сахар в жидком виде Чай, кофе Ну, не очень хороши Во всяком случае, в больших количествах уж точно В небольших можно позволить В больших не очень хорошо При диабете уже второго типа Если человек не получает инсулина То мы понимаем, что его организму При наличии таблеток Все-таки прикрытиясь Так можно выразиться Вот такое резкое сахароповышающее действие После быстро усваиваемых углеводов Уже становится тяжелее Это раз А второе Что все эти продукты Еще и высококалорийны Они попадают в плохую группу Еще не только из-за того, что там быстро повышают сахар Но и потому, что они высококалорийны Там нет воды В сахаре углеводов 100%, а в хлебе 50% А если мы берем шоколадку Там, может быть, сахара не 100% углеводов Но там есть жир, калорийность которого больше И в итоге 100 грамм шоколада Больше даже, чем 100 грамм сахара То есть такая, знаете, мы называем ее Диаматематика даже иногда Да, мы проводим даже такие Для больных и семинары, вебинары проводили По диаматематике Поэтому, конечно, эти продукты не очень хорошие С явным содержанием сахара Для людей с диабетом 2 типа И возникла история с сахарозаменителем Но надо быть очень осторожным Глобально есть две группы сахарозаменителей Одни, на самом деле, они не заменители Их называют аналоги сахара Это фруктоза наиболее популярная Ну и последние годы менее уже популярные Отечественные заменители И вот на них делается большинство Диабетических так называемых в кавычках продуктов Печенье, вафли, шоколадки, конфеты, джемы, мармелад И так далее По калорийности они практически не отличаются От обычных сладостей От обычного печенья, вафель Можете, кто не верит, будучи в магазине Зайдите, найдите в каком-то отделе диетическом Эту этикетку Сравните там это печенье с обычным печеньем И увидите, что они близки по калорийности По влиянию на сахар Небольшой выигрыш есть Чуть-чуть фруктоза повышает Уровень глюкозы меньше, чем Но все равно повышает Поэтому нельзя к ней относиться Как к капусте Я съел диабетическое печенье Поэтому я могу это Поэтому получается, что большого смысла Они не имеют Первому типу он и так может Есть обычные сладости, обычные печенья Не надо мучиться Потому что это как еще посчитать Эту фруктозу Тоже дело темное Как на нее инсулин рассчитывать А тут хотя бы ты точно знаешь Сахар обычный, ты его посчитал А если диабет второго типа То из них 90% имеют избыточную массу Только 10% имеют нормальную массу Значит этим попадают диабетические продукты В разряд обычных сладостей Они в плохой группе Ничего хорошего, никакого выигрыша Кроме траты дополнительных денег Потому что они стоят дороже Вы не получили Поэтому в целом Позиция мирового диабетологического сообщества Она против вот этих диабетических продуктов Против этого маркетинга и так далее А можно сразу вопрос Вот все, что на ОЗО заканчивается Декстроза, сукралоза, мальтоза Это все тоже А вот теперь нет Теперь мы переходим К некалорийным заменителям Которые являются фактически Химическими веществами Которые дают чувство сладкости на языке Причем в десятки, а то и в сотни разов больше, чем сахар Поэтому количество вещества, которое надо принять Чтобы получить это чувство сладкости Минимально А значит они никакой калорийностью Теоретически не могут обладать Потому что измеряются в миллиграммах Не в граммах, как сахар и углеводов А в миллиграммах То есть математически мы понимаем Что они не могут ни сахар повышать Ни калорийностью обладать Они нулевые Ну, декстрозы вы произнесли Декстрозы на самом деле Это химическое название глюкозы Это просто обычный углевод Это не относится, конечно, никак к заменителям А вот многие из них действительно Имеют окончание ос Но не только сукралоза А есть такой известный аспартам Есть цикломат Есть сахарин Которым вообще уже больше 150 лет Наверное, да Цикломат Натрия есть Есть стевиазид Иногда люди говорят Да, как раз я скажу Ой, это химия Вот сегодня меня Я проводил день диабета У нас в центре Для госпитализированных больных И было много вопросов в конце И в том числе про заменители И многие сказали Вот мне раньше запрещали Их все есть, вот эти химические Говорят, что это химия Я говорю, вы знаете Но врачи все-таки не должны доходить До такого уровня, что это химия А это трава Значит, лучше травами лечиться Все, в конце концов, молекулы и атомы Да Мы будем наивными Да Поэтому есть человек, говорит Вы знаете, я вот так Не хочу вот химические вещества Хотя мы еще раз объясняем Даже я сегодня привел им пример Что безопасные дозы Они существуют химические Да Где-то 50 банок Напитка на заменитель 0,33 Так Лайт напитка Это безопасная доза Никто столько в жизни не выпьет За день, в смысле Но, к сожалению Да, за день, за сутки Но средство массовой информации Пару лет назад Еще в доковидное время Был целый цикл передач по телевидению О вреде сахарозаменителя Что чуть ли это не яда И вообще превращается в формалин И так далее Рак вызывает И так далее Я помню Ну, вот люди не советуются с профессионалами Но вот мне удалось В нескольких передачах Поучаствовать в программе Там, здоровье, жить здорово И здесь мы нашли общий язык С ведущим, да Как раз рассказали правду о заменителе Где, что и как Все разложили по полочкам Но, тем не менее Человек говорит Я не хочу химию Ну, тогда я ему говорю Ну, вот, пожалуйста Есть травка стевия Химический стевиазид Тот же самое химическое вещество Дающее чувство сладкости на языке Ну, вот, клади ее Куда-то там в чай, в кофе По идее, сейчас и продукты на ней появились Но все равно, как правило Продукты нельзя считать нулевыми Если это мука Она все равно повышает сахар То есть не надо быть наивным Если продукт диабетический Значит, он вот уже диабетический И все, ничего не делает Посмотрите, а что там еще есть Обычно это углеводы там Сложные и медленно усваиваемые Все равно могли остаться Не значит, что его можно есть сколько хочешь Интересно, спасибо большое Вы прям такой ликбез по сахарозаменителю А безопасность еще могу сказать Что некоторые заменители химические Разрешены во время беременности Ух, а какие, например И сукралозы Сукралозы, это самое Потому что она одна из самых сладких Она в 600 раз слаще сахара И поэтому количество миллиграмм Вещества просто мизерно попадающих в организм Понятно У меня тогда вопрос немножко, наверное, неврачебный А кулинарный Вот в свое время, когда мы говорим О сокращении потребления соли Многие врачи советуют заменить Например, соль специями Ну, хотя бы частично Можно ли что-то подобное сделать с сахаром? Например, заменить сахар корицей Я не знаю, или чем-то подобным Ну, если кому-то, кто-то попробует И ему индивидуально это понравилось Ну, я не уверен, что чувство именно сладкости Да, можно заменить брян Можно заменить чем-то, кроме сахарозаменителя Для этого они, собственно, и были изобретены Чтобы давать похожее чувство сладкости Согласен Но если кому-то понравится такой вкус Не сладкий, но вот этой пряности корицы Да, ради бога, только за Ну, многие, вот, например, кофе, да Там, чтобы без сахара Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста Окей Человеку, пациенту поставили диагноз Сахарный диабет второго типа Есть ли разница, как быстро была диагностирована болезнь Вот момент ее начала Ну, наверное, есть Разница есть Почему? Вот диабет второго типа Как мы выяснили, такое немое заболевание Как я уже сказал, в мире 50% Не знают о том, что у них диабет В России примерно та же история Мы прямо в серединочку попали 5 миллионов зарегистрировано По данным одного из самых больших исследований Которые несколько лет назад в России мы провели С использованием того самого гликированного гемоглобина Показало, что в 2 раза больше истинной распространенности диабета второго типа Чем на самом деле То есть 10 миллионов где-то Соответственно, получается, что если человек не знает о своем диабете У него нет культуры, обследования А симптомов-то нету Пока очень высоким уровнем глюкозы не станет Вообще никаких нету Он живет-живет Этот умеренно высокий уровень глюкозы Свое черное дело делает Его органы, сосуды портят И к моменту выявления Мы можем столкнуться с такой уже парадоксальной ситуацией Когда у человека есть осложнение Он и пошел к окулисту Что-то зрение ухудшилось Пошел к окулисту Окулист смотрит в глазное дно И говорит, у вас давно диабет? Он говорит, какой диабет? Я ничего, у меня все хорошо Сдайте, идите сахар И оказывается, что изменения такие Которые говорят, что диабет он минимум лет 10 Не меньше, да, при таких изменениях Поэтому, конечно, имеет значение Чем раньше мы его выявим Тем раньше мы можем начать И изменение образа жизни Хотя, как мы уже с вами поговорили Лучше их начинать на стадии преддиабета И даже до преддиабета Понимая, что у меня есть риск Высокие предрасположенности И прочее, да, поэтому чем раньше мы выявим Чем раньше начнем и медикаментозное лечение вовремя Чтобы высокий сахар нормализовать Потому что многие пациенты, как бы, опять же Ну, в силу нелюбви к медикаментозному лечению Я как-нибудь сам справлюсь Я сейчас буду соблюдать Там все там, да, и так далее Ради бога, мы даем его возможность попробовать Но говорим, ну вот если ты понимаешь Что вот выше головы уже не прыгнешь Все, что ты мог с диетой, с физической активностью Ты сделал, а твой уровень глюкозы пока вне целевых диапазонах Не надо тянуть Не надо допускать Надо получать современные, очень хорошие препараты Сейчас они совершенно уже не те, которые были там 30 лет назад А вот скажите просто буквально Все, наверное, понимают, что с сосудами делает повышенный уровень холестерина Атеросклерозные бляшки и прочее Вот механически, что с сосудами делает диабет? Как меняется стенка ли сосудов? Что он меняет? Да, меняется стенка сосудов Причем наиболее чувствительные оказываются микрососуды Которые есть в глазах на глазном дне И в почках, да, а это очень важно Ну, как себе представить, такое засахаривание иногда говорят Соединение глюкозы с белками этой сосудистой стенки Да, такой идет процесс Который нарушает нормальную проницаемость сосудистой стенки Ведь из крови через стенку должны же питательные вещества Кислород, все как бы поступать в ткани соответствующего органа А здесь это начинает нарушаться Более того, эта измененная стенка Она претерпела такие механические еще изменения В какой-то момент она может разорваться просто И кровь просто вытечет в этом месте Образуется кровозлияние, например, на глазном дне Соответственно, тогда в этом участке сетчатки Которая отвечает за восприятие света, да, как бы сигнала И изображение в итоге, которое в мозг потом Да, будет нарушение, да Чем больше этих кровозлияния, тем более вероятно, да Дальше организм вроде как пытается бороться с этим, да Он говорит, я хочу улучшить питание этих участков Туда начинают прорастать новые сосуды Но они уже неполноценны, да Они опять лопаются, знаете, вот как снежный ком Вот такая, да, как замкнутый круг Начинается история с этих поражений сосудов Если говорить о крупных сосудах Ну, здесь, может быть, не такое прямое воздействие, да Здесь мы скорее говорим о том, что все-таки это атеросклероз Обычный атеросклероз возрастной, который идет у всех людей Но высокий уровень глюкозы, будем так сказать, его ускоряет Он начинает идти с несколько большей скоростью Поэтому нам надо и за холестерином следить Потому что если мы только за сахаром будем следить Мы тоже не предотвратим ни инфаркт, ни инсульт И за давлением артериальным следить Это играет при втором типе не менее важную роль, чем уровень глюкозы Как, вот, например, опять же, возвращаемся к диагнозу, да, диабет Как буквально вот человеку ставят диагноз диабет И он со следующего же дня, с этого же дня начинает новую жизнь Что он, вот, самые важные вещи, которые он должен сделать со своим рационом питания Ну, про первый тип уже не будем говорить Потому что там назначено назначение инсулина с первого дня Там человек обучают, как считать углеводы по системе хлебных единиц И, в общем, жизнь достаточно в этом смысле свободная И мы категорически против слова диета при диабете первого типа Мы говорим, просто питание нормальное, культурное питание Ну, рациональное питание Практически без ограничений При диабете второго типа мы в понятие питания, в понятие диеты Включаем два момента Ну, отчасти я уже о них поговорил Но давайте как бы это систематизируем еще раз У 90% есть избыточный вес Это задействовано механизмом их развития Поэтому одна часть диеты касается снижения массы тела Для того, чтобы ее снизить, надо снизить общую калорийность рациона И здесь очень простой способ Да, конечно, можно взвешивать все продукты в сыром виде Высчитывать, сколько калорий по справочникам Да, сколько я съел Вот, но ведь нам же не важно, сколько ты съел калорий Важно, худеешь ты или не худеешь Если ко мне придет человек и скажет Я по моим подсчетам ем 500 килокалорий И не худею в сутки Я знаю, что это неправда Не может на 500 килокалорий человек не худеть Это невозможно Потому что обмен веществ основной То есть температура тела, поддержание дыхания, сердцебиение Элементарно куда-то он все-таки ходит Больше точно, не 500 Значит, человек явно неправильно считает Но мне без разницы Я скажу, ешь еще меньше Значит, ты много ешь Значит, тебе 500 твои много Поэтому не важно, сколько В цифрах важно худеть Поэтому мы обычно предлагаем более простой Такой применимый в жизни способ Это так называемый светофор питания Делим все продукты на три большие группы Красный, желтый, зеленый И к ним вырабатываем разные отношения Красная группа Это продукты, которые надо максимально ограничить Я не люблю слово исключить Есть продукты праздничного стола Да, что-то можно в праздник Если в целом ты питался нормально Худеешь, да Ну, в праздник ты можешь позволить Что у нас попадает в разряд высококалорийных продуктов? Прежде всего, содержащий много жира Потому что 1 грамм жира дает 9 килокалорий А 1 грамм белков и углеводов, извиняюсь 4 только То есть жиры в 2 раза больше Значит, они невыгодны Съел количественное по массе мало Не наелся А калорий незаметно получил много Где у нас много жира? Масло Причем тоже миф Я сливочное масло не ем Оно вредное Я слышал рекламу Холестерин Я покупаю такое-то оливковое Такого-то отжима Сякого-то отжима С точки зрения полезности, да Но мы-то с вами сейчас не про полезность говорим Не про холестерин А про калорийность Закон сохранения энергии не умолим 1 грамм любого жира 9 килокалорий Как это ни странно, 100 грамм растительного масла Даже немножко по калорийности больше, чем сливочного Потому что там нет воды А в сливочном немножко воды остается Поэтому и то, и другое все равно в красной группе Другие жирные молочные продукты А именно сыр 40-50% мы понимаем Желтый, значит, жирный Жирное мясо, жирная рыба Жирная птица Кожа у птицы сразу должна убираться Колбасные изделия Как бы там и не назывались, докторская молочная какая Там все равно они достаточно высоко жирные Орехи, семечки То, что сейчас люди вообще как бы не воспринимают за прием пищи А едят как перекусы А посмотрите там на этикетке на 100 грамм Там больше, чем в торте За 600 килокалорий Конечно там, да И вот это самое получается Что съел мало незаметно Или каких-нибудь чипсов Которые жарились во фритюре В растительном масле И впитали все Огромное количество калорий Все это сюда попадает Также в эту красную группу попадают сладости Я уже пару слов сказал Не потому что даже диабет А потому что нет в сахаре воды 100 грамм сахара это 100 грамм углеводов Хоть и на 4 килокалорий Но без воды А если кондитерские сделали Плюс еще жир Который умножается на 9 килокалорий Шоколад там Ну еще и это Вред такой дополнительный И наконец алкоголь 1 грамм чистого спирта Что-то среднее дает между жирами 9 и между белками углеводами 4,7 килокалорий Поэтому 100 грамм крепкого алкогольного напитка 40 градусного Например там водки Это 5 кусков белого хлеба по калорийности А чувство сытости будет ноль Наоборот возбуждение аппетита Это так называемые голые калории Поэтому вот эта группа невыгодная Мы их максимально ограничиваем Что-то даже исключаем И оставляем как продукт праздничного стола В праздник можно все Противоположности есть зеленая группа Низкокалорийные продукты Которые мы говорим Ну практически ты можешь не задумываться Об их калорийности Есть в психических количествах Не ограничены Ни тазиками Ну нормально Не думая Что это за продукты Кроме саму Это продукты содержащие много воды Вода ноль килокалорий Девять, семь, четыре, четыре, ноль Вода ноль Значит сама вода Кофе, чай без сахара И без сливок там Сюда падает Но и продукты Это овощи Но не фрукты Фрукты тоже в целом Не очень калорийные Но все-таки мы их не можем Поставить в зеленую группу Для уж совсем свободного потребления Потому что все-таки Количество углеводов Несколько больше В овощах Там не только фруктоза Но есть и глюкоза И сахароза Все равно во фруктах И с учетом диабета Что все-таки Не только калорийность Нам надо учить Поэтому все-таки Они в зеленые фрукты Не попадут А вот все виды Практически овощей За исключением Картофеля крахмалистых Иногда почему-то Люди кукурузу считают Овощами Мы сразу говорим Это даже не крахмалистый овощ Это вообще зерновой Злаковый И горох, фасоль в бабах Это тоже не овощи Потому что Вот я специально проводил Голосование с пациентами Что такое горох, фасоль в бабах И многие говорили Это овощи И мы считали Как-то на гарнире Зеленый горошек Это овощ Поэтому нет Это значит Сюда в зеленую группу Не попадает Все остальные виды овощей Плюс грибы Низкокалорийные Единственное условие Дается Приготовленные Без жира Либо с тем самым Минимальным количеством жира Который вы за сутки Себе обязательно оставляете Те самые полезные Растительные масла В красной группе Кстати, мы забыли Сказать Что исключить такой способ Как жарение Потому что Если жарим на любом жире Неважно каком Растительном или животном Мы, конечно, резко увеличиваем Просто в разы Незаметно Почувствовав Сытости то же самое Кусок мяса Жареный Или он на гриле запеченный А по калорийности В разы Как бы больше Поэтому то же самое С овощами В натуральном виде На гриле Отваренные И так далее Паровые Какие угодно Или с тем самым Минимальным количеством жира Который мы действительно Себе на сутки отводим И, наконец, желтая группа Посерединочке У светофора Это продукты С умеренной калорийностью Которые есть Можно Нужно Но осторожно Ты их должен Ограничить умеренно Красную максимально А это умеренно Люди иногда спрашивают Ну а умеренно Это как? Вот я там правильно питаюсь Мы говорим Посмотри, что произошло Начни с красной группы Некоторым хватает Только красной группы Человек говорит Я убрал колбасу Вы знаете Уже ни хлеб, ни картошку Ничего не трогал И вы знаете Как-то уже начал худеть Потихонечку Ему даже не надо было Желтую трогать Группу Тот говорит Нет, вы знаете Да, убрал Но что-то как-то подвижек Нету Да, значит, мы понимаем Что все равно Видимо продукты Желтой группы Хоть они и умеренные Калорийный Он количественно много ест Да, да Ведь как В гликемической нагрузке Та же история Можно полезные продукты Есть много И так далее Ну да Так же и здесь Поэтому мы говорим Ну вот посмотри Там убери Одну треть Тарелки Этих желтых продуктов Да Не получилось Да Ну и тогда уж Мы говорим Половина Обычно в нашей Стандартной Такой распечатке Желтой группы Прямо у нас есть Светофор Прямо три распечатки Красный, желтый Там написано Ешь половину От привычной Вот это Половину От привычной порции Практически Гарантированно Она вам дает Шансы Что Похудания будет Я не видел людей Которые честно Красную группу Максимально ограничены Желтую едят Половину Зеленую За счет Того что Желтые ограничены Зеленые Все это разбавили Тарелку Да И чтобы они не худели Потому что реально Действительно Калорийность в цифрах Если мы ее Действительно Захотим посчитать Она просто в разы Снижается Минимум в два Точно А то и в два с половиной Хорошо А по режиму питания У диабетиков Есть какие-то Ну то есть Вот то самое Дробное питание Там три основных И два перекуса И есть позже Какого-то времени До сна А там соблюдать Какой-то промежуток Вот как с этим Ну смотрите Как опять Если мы Про первый тип скажем Там сейчас нет Полная свобода Съел Вел инсулин Съел углеводы Вел инсулин Хочешь три раза Хочешь два раза Хочешь пять То есть просто Принципы здорового питания Вообще Никак ни к чему Привязываться Вовремя не надо обедать Вовремя ужинать С точки зрения диабета Понятно Что всем вредно Наедаться Придя с работы Там Да Но с точки зрения диабета Ну наелся Ну вел инсулин Все нормально Да При диабете Второй тип История другая Действительно Это дробность полезна Почему Если мы говорим С точки зрения Калорийности Что человек себя ограничил Вот весь суточный Калораж Красный убрал Желтая там Половину То конечно Тяжело это переносить Чувство голода будет Конечно И надо чтобы Перерывы между приемами Пищи Все-таки не были Очень большими Иначе тогда Чувство голода Будет еще сильнее Поэтому вот эту Отполовиненную Желтую Надо еще и раздробить Съесть на основной прием А например Фрукты точно не есть В основной прием Куда-то перенести На вот этот перекус Это первый момент Почему перекусы важны Второй момент Что некоторые Сахароснижающие препараты Как бы они Ну вот что называется Требуют перекусов Они не допускают Больших приемов Больших перерывов пищи Например Человек говорит А иногда у меня бывает Что обеда вообще нет Вот утром позавтракал И вечером там Я ужинаю Не все препараты Сахароснижающие Позволяют вести Такой режим Потому что с точки зрения Может быть калорийности Человек говорит Я волю в кулак Я вечером не переедаю За сутки У меня правильный Калораж Завтрак и ужин Два приема пищи Я себя держу в руках Потихонечку худею Но с точки зрения Углеводов Этот второй прием Может быть Слишком большим По углеводам После него подъем большой И плюс еще Есть риск Что в дневное время Сахар упадет Ниже нормы При определенных препаратах Слава богу Сейчас масса Появилась препаратов Которые немножко Облегчают эту историю Они не вызывают Падение ниже нормы Так называемую Гипогликемию Здесь конечно Пропускать можно Но в целом Уж меньше трех раз Точно Неправильно питаться Всем людям Поэтому мы не всегда Будем заставлять Человека с диабетом Второго типа Обязательно вот пять раз Если он говорит Да, мне удается худеть Уровень глюкозы У меня целевой Гликеринги мой хороший Я на трех разах Нормально Ну почему я должен С ним спорить И говорить Нет, ты обязан Потому что иногда Парадокс бывает Вот человеку так Не очень грамотно Объяснили Всю эту диаматематику Сказали Ой, теперь при диабете Надо пять раз в день Он к своим трем Прием Прибавил еще два И еще больше Прибавил весь И говорит Я не знаю Мне доктор сказал Пять раз надо в день питаться Я теперь обязательно Перекусываю между завтраком Обедом и обедом и ужином Ну вот Чтобы не было Такого вот Парадокса Ага Ну вот у нас еще осталось С вами 10 минут Эфира Я хочу перейти К пользовательским вопросам Вот инсулинорезистентность Всегда ли ведет К диабету второго типа Ну, во-первых Что такое инсулинорезистентность Это плохая Чувствительность Клеток организма То есть мышц Жира Печени К действию Собственного инсулина Ну, всегда приводят Такую ассоциацию Как работает инсулин Инсулин Это ключик Да Своеобразный От двери Да Вот А наше тело Вот эти мышцы Жир, печень Это замочная скважина Ключик подошел Открыл замочную скважину Глюкоза Которая она Из крови Которая она попала Из продуктов Углеводсодержащих Переходит Внутрь каждой нашей клеточки Чтобы дальше Там Уже в этой клетке Образовывалась энергия Энергия Из этой глюкозы Что такое инсулинорезистентность? Когда ключики плохо открывают Замочную скважину Организм плохо чувствительный И действительно В основе механизмов развития Диабета второго типа Чаще всего На первых этапах Лежит именно Вот эта инсулинорезистентность Потом к ней добавляются И дефекты выработки инсулина Потому что ведь Заболевая диабета второго типа Все-таки не с рождения Большая часть Хоть и помолодел Диабет Но все же заболевает После 40 лет И даже термин появился Приобретенный диабет Ну не совсем правильный Но бог с ним Значит Организм как-то справлялся С этой резистентностью Видимо вырабатывал Такое количество ключиков Что все-таки Блокую скважину открывал Все скважины открывал А на каком-то этапе И здесь начинаются дефекты Нарушения выработки инсулина И диабет уже выявляется В виде высокого уровня глюкозы Поэтому не всегда инсулинорезистентность Доведет до диабета Не у всех возникнут Вот эти дефекты Выработки инсулина Есть люди С огромным ожирением То, что называется Морбидное ожирение Третьей степени Но они так и не заболели диабетом Да Это скорее исключение Это скорее исключение Потому что я уже еще раз повторю Что риск развития диабета Второго типа Прямо пропорционально возрастает Массе тела И индексу массы тела Прямо пропорционально И при морбидном ожирении Он просто уже там В десятки разов выше Но не 100% Да, это действительно бывает такое А вот сейчас есть такой модный термин И наоборот Как я сказала 10% людей У них нормальная масса тела Резистентность не очень выражена Но может быть тоже есть Но не настолько У них больше именно Дефекты выработки Дефекты Понятно А вот модный термин сейчас есть Он прям так расходится И в среде диетологов И спортивных нутрициологов Скрытое ожирение Вот насколько он может Точнее оно Скрытое ожирение Может стать триггером В развитии диабета Ну, если я правильно понимаю Под скрытым понимается такая ситуация Когда формально Индекс массы тела У человека Укладывается в пределы нормы Но при этом Количество жировой массы У него Выше нормы Выше нормы И особенно Эта масса Находится не в подкожном жире А внутри В животе Вокруг его органов Называют это Врачи Висцеральным жиром Да Вот И вот действительно Именно вот этот Висцеральный жир Очень сильно влияет На инсулинорезистентность Поэтому я допускаю Такую ситуацию Хотя Опыт показывает Что таких не так уж На самом деле Много людей Прямо вот Чтобы у них идеальная Была масса тела А при этом Вот у них скрытое ожирение Ну что здесь сделать Станет вопрос Даже если представить Во-первых Можно ли померить Это как вообще понять Это мы так теоретически Поизмышляем Ну в принципе Есть методы И есть даже Ну более серьезные методы Как МРТ Да Когда можно Именно этот Висцеральный жир Посмотреть Что больше Вот Да Но Как бы Влиять на него Специфически Можно С помощью того же Образа жизни Физическая активность Очень хорошо будет работать Здесь Да Ну возможно Есть определенные препараты Применяемые при диабете Которые влияют На инсулинорезистентность В том числе Вот на эту самую Да Но вряд ли пока Они разрешены Без наличия диабета Как факт Что у человека Повышенный уровень глюкозы Да Что на некую Такую пока Такую вот Научную инсулинорезистентность Мы уже начнем ее лечить Понимаю Пока мы не говорим об этом Но может быть Когда-то будет Но все-таки Таких меньшинство Как правило И подкожного жира хватает Хватает У людей Окей А с чего начать Ой извиняюсь Как еще есть опасный термин На мой взгляд Метаболически здоровое ожирение Когда у человека Вес избыточный Это очень Это более модный даже термин Чем скрытая Да Конечно Когда у человека Есть избыток веса Или даже ожирение Индекс массы Все Высокий Все Ну у него все хорошо У него артериальное давление Отличное У него холестерин Прямо идеальный Сахар крови Все Все идеально Да У него все идеально Ну смотрите Вот Ну здорово Метаболически здоровое ожирение На мой взгляд Метаболически здоровое ожирение Это притича Метаболически нездоровое Вот и все То есть это до поры до времени. Как при диабете диабет. Это из той же серии, на мой взгляд. Поэтому это такие философские уловки. Определённый триггер, провокатор заболевания. Это всё равно когда-то реализуется. И сказать этому человеку, ты знаешь, вот если бы у нас были действительно некие генетические маркёры, которые 100% нам бы говорили, да, ты имеешь ожирение, не заболеешь диабетом, у тебя не разовьются осложнения, не будет инфарктов, инсультов, живи с этим избыточным весом. Он говорит, да вот у меня дедушка там прожил до 90 лет. Дедушка жил в другое время, в другой обстановке, в другой физической активности. Не сравнивайте себя с дедушкой, мы живём в другое время. Если бы у нас были эти генетические маркёры, мы могли сказать человеку, да, живи так. У нас их нет, поэтому мы вынуждены всем говорить одно и то же, худейте, достигайте то, что сможете застигнуть уже, любое направление снижения массы тела, но благотворным будет и в плане профилактики диабета, и в плане профилактики массы других заболеваний. Замечательно. А с чего начать? Вот очень многие пишут, что какой всё-таки анализ бы сдать? Это, знаете, как многие спрашивают, что бы съесть, чтобы похудеть? Вот какой анализ сдать? Сахар крови или гликированный гемоглобин? Или вообще, прежде всего, надо идти на консультацию к эндокринологу до того, как сдавать в рамках диспансеризации анализ? Нет. Если вы в рамках диспансеризации сдаёте, то, конечно, к эндокринологу идти не надо, а в рамках диспансеризации так это входит, уровень глюкозы крови. И на втором этапе есть сейчас уже даже гликированный гемоглобин бесплатно. Многие сами его сдают, говорят, я вот прочитал, что есть такой показатель. Значит, и то, и другое может поставить диагноз диабет. Но одно не исключает другое. Человек может сдать гликированный гемоглобин, который говорит о среднем уровне глюкозы за три месяца, и получить, в принципе, нормальную цифру. Но это не значит, что у человека диабета нет. У него может быть, например, такая история, что натощак у него формально уже диабетическая цифра, и неоднократно, и мы имеем право поставить диабет. Но при усреднении, потому что в течение дня у него абсолютно нормальный, это пока ещё не вывело гликированный гемоглобин на диабетический уровень. Поэтому одно другого не исключает. Ну, просто гликированный гемоглобин проще, не надо готовиться натощак, пришёл в течение дня и сдал. И если мы сразу уже по гликированному увидели, что соответствует диабет, мы вообще без всякой глюкозы уже всё сразу поставили диагноз. Вот тебе глюкометр теперь, да, и уже будем теперь решать вопрос, как его лечить. Поэтому на диспансеризации, наверное, пока без вас. А вот если что-то у вас выявили, в частности, при диабетах, здесь очень важно не пропустить этот момент. В своё время Российская диабетическая ассоциация провела очень интересный пилотный проект. В 18 регионах мы опубликовали в интернете опросник. Он называется FineRisk, финский опросник риска диабета и предиабета. Он известный, официально валидированный на многих языках, в том числе на русском. Мы его применяем. Если человек набирал определённое количество баллов, то есть попадал в группу высокого риска при диабете и диабете, ему предлагалось бесплатно, распечатывался талон, сдать гликированный гемоглобин. Мы получили огромное количество повышенного гликированного гемоглобина. Именно по результатам. Некоторые уже соответствовали диабету, а некоторые были в так называемой серой зоне между нормой и диабетом. Мы не могли по гликированному поставить предиабет в Всемирной организации здравоохранения, пока этого не признаёт. Но мы понимали, что этому человеку нужно дальше дообследоваться, пойти уже сдать обычный уровень глюкозы, провести, может быть, нагрузочный тест с глюкозой, посмотреть, что через 2 часа будет после нагрузки глюкозы, чтобы окончательно поставить диагноз. Поэтому обратите внимание, что если у вас был выше нормы уровень глюкозы, не пропускайте. Часто люди говорят, вы знаете, врач, когда я спросил, его нормально ли у меня анализы, он сказал, ну, у вас немножко повышенный сахар, ничего делать не надо, так соблюдайте диету. А потом ты смотришь, а там-то сахар-то был на уровне почти и диабета уже, да? Человек у нас был срочно, говорите, возможно, даже уже медикаментозное лечение на стадии предиабета назначить. А он так вот, ну, раз так сказали, вроде бы не страшно, да? Ну и дальше жил, глюкометр не купил, так и сахар не сдавал больше в поликлинике. Потом приходит к нам впервые на приём уже с огромными цифрами глюкозы, гликированной гемоглобина, с тем самым пропущенным лечением, то, что мы говорили. Кстати, забыл сказать, вы сказали в первую очередь, что сделать гликированную. Я не договорил в питании. Помните, первая часть диеты – калорийность, светофор обсудили. Вторая часть при диабете тоже важна, это учёт углеводов. Потому что прямым сахароповышающим действием обладает ток углеводов. Человеку без диабета с ожирением я бы сказал, вот тебе светофор, и всё. А человеку с диабетом, я ещё скажу, но ещё внутри этого светофора ты понимай, ну, может быть, не считай, но понимай, где углеводы. Углеводы у нас есть во всём, что из муки сделано, хлеб, хлебобулочные изделия, макароны, все крупы. Бобовые. И разницы между крупами нет. Это миф про гречку, что гречка – диабетический продукт, но он, видимо, не истребим, переживёт меня, к сожалению, продолжается. Вот. Бобовые. Картофель. Вымачивать не надо только, что пациентка спросила у меня на дне диабета. А правда ли, что вымачивать можно? Я всё время вымочиваю. Ну, этот миф вроде бы уже ушёл, оказывается, не до конца. Да, даже этот ещё есть, что вымачивание картошки способствует уменьшению крахмала. Калорийности, да, да. Ну, если углеводы потеряются, то и калорийности тоже. Но в данном случае мы об углеводах больше говорили. Фрукты все, кислые, сладкие, зелёные, красные яблоки, всё едино. Запрет про виноград. Ягоды здесь же, конечно, ягоды. Все фрукты и ягоды, они в этой группе все содержат углеводы. Где-то меньше, где-то больше. Отсюда мифы стали возникать, что виноград нельзя. Там немножко концентрация углеводов больше. Но в итоге человек съедал много антоновки, и сахар крови, конечно, больше повысяло, чем от небольшой веточки винограда. А он думал, что соблюдает диету. Ну, собственно, сам сахар и сладости – это углевод. И что забыли, мёд. Тоже очередной миф, что мёд в качестве сахарозаменителя. Забыл там сказать. Это не сахарозаменитель. Это не сахарозаменитель. Это хуже даже пищевого сахара, потому что в нём глюкоза уже находится в чистом виде, всасывается в кровь, будет резко, в самому сваю будет повышать сахар очень резко. Поэтому, конечно, мёд не является сахарозаменителем. И с этой точки зрения ничего хорошего не несёт. Понятно. Вот у нас ещё есть один вопрос. Таким, углеводы мы должны как бы дробить, принимать при втором типе более дробным. Мы сказали, почему дробность? Чтобы каждый приём не был перенасыщен углеводами. А вот если дробить их... А если инсулин появился, вы поняли, там уже точный подсчёт по специальной системе хлебных единиц. Конечно. Вопрос. Углеводы дробятся, вот мы все знаем, да, по пословицу «завтрак съешь сам» и так далее. Вот они равномерно должны у диабетиков дробиться по приёмам пищи? Или, как мы говорим, завтрак, обед преимущественно? Это зависит от вида сахароснижающей терапии. Если это современные препараты, которые не вызывают падение ниже нормы, то, по сути, это решение человека, как там он раздробит свою суточную калорийность, да, там ровно на три, ещё посерединке чуть-чуть поменьше, два эти приёма. Или так у него получается, что завтрак больше, обед меньше, и ужин ещё меньше. Ну, бывает так, что по жизни, ну, да, вот основной приём пищи на ужин приходится. Да, может быть, не очень хорошо, если ты сразу ложишься спать, но всё равно, ещё раз говорю, диаматематику не обманешь. Если в итоге за сутки ты съел вот то количество калорий, которое тебе необходимо, чтобы начать худеть, ты будешь худеть, даже несмотря на то, что ужин у тебя был больше по углеводам, больше по калориям, чем завтрак и обед, да, но если ты смог удержать силу воли не переесть, ну, мало кому удаётся. В итоге у большинства этот ужин превращается в обед-ужин. Это известная история. Да, да, да. А если ещё с алкоголем, ну, просто. Безусловно. Вопрос такой прям пользовательский-пользовательский. Почему постоянно скачет сахар, спрашивают у нас? Ну, конечно, тогда надо спросить этого человека, какой ты получаешь сахароснижающее лечение, инсулин, не инсулин. Как он скачет? Действительно ли непредсказуемо, не то, что вот тут я съел 500 грамм углеводов, ну, не углеводов, продукты, содержащие углеводы, у меня сахар повысился сильнее, чем когда я съел 200. Ну, тут понятно, это диаматематика, ну, ты должен это был получить, у тебя доза твоих лекарств была подобрана под 200 грамм этого углеводов, содержащего продукта, а не под 500. Или действительно непредсказуемо? Вот одно и то же количество еды, абсолютно. Один и тот же стартовый сахар перед едой, одно и то же сахароснижающее лечение, не забыл выпить таблетки или ввести инсулин, и сегодня у меня там 18 после еды, а завтра у меня 5 после еды. То есть надо... Как правило, 98% все будет объяснено реальными вещами, да, что либо больше было углеводов, либо что-то с препаратами, с техникой инъекции инсулина, если это вдруг первый тип, так далее, ну, иногда еще, правда, что стрессы возникают. Люди говорят, у меня не столько после еды, сколько после стресса. Ну, да, конечно, может повышаться, не будем отрицать этого, но тоже, знаете, ставить это во главу угла, что вся беда в моих сахарах, это потому что стрессы, ну, не надо. Скорее всего, если у тебя избыток веса в 50 лишних килограмм, а ты пытаешься стрессами оправдаться, это вряд ли, да. Поэтому тут надо с каждым конкретным человеком разбираться, приходите к эндокринологу обязательно с тщательно заполненным дневничком в этой ситуации, чтобы было у вас много измерений, записи этих продуктов, которые съели, там, соответствующих лекарственных препаратов сахароснижающих, и покажите действительно врачу, где у вас действительно при всех-всех одинаковых стартовых условиях, а вот почему-то абсолютно разные там цифры сахара после еды были. Понятно. То есть надо многие вводные изучить, чтобы... Очень многие вводные, абсолютно. Ну, наверное, у нас такой финальный вопрос, который не можем не поднять, как избежать, есть ли вообще какие-то варианты профилактики гестационного диабета при беременности? Ну, гестационный тип диабета это отдельная форма, и она была вынесена Всемирной организации здравоохранения как отдельная форма, потому что это тот диабет, который впервые возникает во время беременности, и с окончанием ее, с родами, он прекращается. Да? Если он не прекратился, то есть выявлено впервые во время беременности, врач ставит гестационный диабет. Беременность закончилась, диабет не прошел. Он его реклассифицирует, он присваивает либо это первый, либо второй. Ну, просто случайно совпадение так получилось, что выявили во время беременности, потому что во время беременности потребности в насуле не больше, и можно случайно выявиться обычный диабет первого или второго типа. Все равно бы он выявился когда-то чуть позже, а здесь он выявился во время беременности. Если же он прошел, то да, действительно, это гестационный диабет, но по механизмам своего развития он похож, конечно, на второй тип диабета. Понятно. И поэтому мы понимаем, что у людей, у которых есть гестационный диабет, у женщин, в перспективе очень высок риск развития диабета второго типа. И они должны всеми силами, всеми правдами-неправдами, если они один раз столкнулись с гестационным диабетом, дальше проводить профилактику диабета второго типа. То есть не иметь избыточного веса, заниматься физическими нагрузками и так далее. Во время самого гестационного диабета мы, к сожалению, в силу причин не можем заниматься очень жесткой диетой, худеть на 40 килограмм и прочее-прочее. Поэтому здесь уже вы должны слушать вашего врача, эндокринолога, акушера-гинеколога, как правильно питаться с точки зрения не только диабета, но и вашей беременности будущего ребенка. Скорее всего, понадобится инсулин, а вот дальше, когда все пройдет, все отменится, инсулин, да, тоже такой есть миф, что инсулин начал, уже не отменишь, но это, конечно, глупости про любом типе диабета, ну, я имею в виду, при втором, или гестационном может отмениться, да. Вот, когда все пройдет, да, ты можешь начать заниматься образом жизни при следующей беременности, и в целом диабета второго типа уже в далеком, может быть, будущем. Еще маленький личный вопрос. Скажите, пожалуйста, вот есть такой термин у людей, которые там занимаются фитнесом, так называемое углеводное окно, когда вот ты такой весь после нагрузки, и в течение якобы 40 минут все, что ты съешь, там, бананли, протеиновый коктейль, у тебя это все усвоится, сгорит и так далее. Вот у диабетиков у них так же, или это тоже миф? Нет, это не миф. Физическая нагрузка, как мы сказали, входит в число немедикаментозных методов, потому что она влияет на ту самую инсулинорезистентность. Замочные скважины начинают открываться лучше, да? Но открываются они все равно инсулиным ключом. То есть как бы не сама нагрузка снижает уровень глюкозы, все равно открывающаяся инсулина. Поэтому при первом типе мы говорим, не рассматривайте физическую нагрузку как средство снижения высокого сахара. Вы снижаете ее инсулином извне. А вот при втором типе, где есть свой инсулин еще, да? Действительно, физическая нагрузка будет снижать уровень глюкозы очень хорошо. И действительно, это действие физической нагрузки может какое-то время после ее окончания оставаться. Особенно, когда длительные нагрузки, например, нагрузка там 5-6 часов была, какой-то поход, лыжный, еще что-то, там целые сутки, 24 часа этот след может снижение инсулиновесистенности оставаться и требуется меньшей дозы и лекарственных препаратов, таблеток, и инсулина. При первом типе то же самое уменьшает дозу инсулина. Поэтому здесь, конечно, только мы за физическую нагрузку всеми силами. При втором типе это просто. Что ж, мы, по-моему, на все вопросы ответили, поговорили очень интересно и достаточно длительно. Благодарю всех, кто был сегодня с нами. Еще раз, сори за некоторые наши опоздания, но сегодня, поскольку у Александра Юрьевича, можно сказать, такая профессионально важная дата, у него был очень загружен день, я очень вам признательна, что вы нашли время ответить на вопросы и пользовательские, и редакционные. Хочу вас еще раз поблагодарить за огромный вклад в дело борьбы с диабетом, исследования диабета и помощи людям, которые страдают этим заболеванием. И мне кажется, что у нас получалось сегодня интересно, познавательно и доступно. Спасибо. Да, я тоже надеюсь, что слушатели много что-то узнали за этот час. Конечно, мало очень может быть в таком телеграфном стиле, быстро, но если вы хотите, то есть, надеюсь, скоро в рамках федерального проекта будут начнут работать школы, те самые диабета, и можно уже эту информацию получить. Ну и в рамках обычной консультации с врачом. Я уже не говорю о том, что есть масса сейчас сайтов, в частности, Российская диабетическая ассоциация создала свой специально только обучающий сайт. Мы ничего там не рекламировали, не продвигаем никакие лекарства, никакие средства самоконтроля. Мы просто рассказываем про разные типы диабета, как питаться, как проводить лечение. DiabetoVet.ru, все его знают уже, сайт Российской диабетической ассоциации. Ну, если кто-то не знает, тоже приглашаю. А так, всех еще раз, ну, с праздником, не праздником, но в любом случае всемирным днем диабета с датой важной, что мировое сообщество работает и в плане в будущем излечения, наверное, диабета, ну, а на сегодняшний день в плане попытки хотя бы нормализовать уровень глюкозы и поддерживать здоровье, да, так, чтобы оно не повлияло на развитие осложнений, ожидаемая продолжительность жизни людей была такая же, как у людей с диабетом. Это реально. Абсолютно согласна. Хочу только еще маленькую ремарочку добавить. В том числе на нашем портале Здоровое питание РФ есть информация, можно пройти лечение в эндокринологическом научном центре МИДС эндокринологии, в том числе по ОМС. Поэтому заходите, смотрите алгоритм и если есть какие-то вопросы, приходите, записывайтесь на прием. Всего доброго, дорогие друзья, питайтесь правильно и будьте здоровы!